27 декабря президент России Владимир Путин провел государственный совет, посвященный экологии и охране окружающей среды и открывающий мероприятие Года экологии. В Ульяновске по итогам совета провели собственное совещание, на котором обсудили конкретные шаги по оздоровлению окружающей среды региона. Президент озвучил сразу несколько проблем отрасли и привел спугающие цифры. От 7 до 13 миллионов гектар леса ежегодно исчезают бесследно, а почти треть почвы земли загрязнена. Сотни людей погибают от болезней, связанных со вредными примесями в воздухе. Ключевым решением экологических проблем для субъектов страны глава России видит систематизацию обращения с отходами. Мы должны в 2017 году заложить основы в модернизации сферы обращения с отходами. Это первый посыл, который мы услышали. Мы знаем, что в 2015 году были внесены изменения в федеральное законодательство в сфере обращения с отходами. Нами разработана, как и во всех субъектах Российской Федерации, схема по обращению с отходами. Мы ее утвердили в сроки. Разработали региональную программу в сфере обращения с отходами. И сейчас заключены соглашения, ряд соглашений на сумму более 1 миллиарда на формирование объектов обработки отходов на территории Ульяновской области. Также мы готовы провести конкурс на выбор регионального оператора, который будет основным инвестором. Другое направление работы – поддержка особо охраняемых природных территорий, к которым относится Маришкин-Радик, неподалеку от которого проходило совещание. Сейчас правительство области решает, что нужно делать для того, чтобы такие территории не оставались без внимания и максимально использовались в рекреационных и иных целях. Третий экологический вопрос – работа со стоками, которые загрязняют древнейшие реки, в нашем случае Волгу. Работа по их очистке также будет вестись в 2017 году. Президент еще одну тему обозначил – это охрана атмосферного воздуха. Так как эта тема мне близка, так как я, когда работал в Комитете по охране природы, именно занимался охраной атмосферного воздуха, мне это было очень приятно и интересно. И еще один пятый вызов – это влияние окружающей среды на здоровье людей. Тоже достаточно серьезная тема, потому что все, что мы делаем, мы делаем прежде всего для людей. Не для кого-то. В принципе, у нас по Конституции мы имеем право на благоприятную окружающую среду. По мнению губернатора, экологическая обстановка в области пока складывается благоприятная. В новом году в регионе должен заработать первый национальный парк «Сингелеевские горы». Но до полного решения экологических проблем, конечно, пока далеко. Нам нужна обновленная стратегия, связанная с экологическим развитием Угеновской области, которая касалась бы в целом, начиная от воздуха, шума, и заканчивая уже масштабными экологическими темами, которыми мы с вами занимаемся. Например, Волгань, очистка Волги, как национальной гордости. Поэтому в связи с этим я бы попросил всех экологических правительств, экологическую палату переформатировать с точки зрения, что нам нужен такой вот стратегический документ, потому что за один год мы все равно не решили проблему. Да и никто не ставит такой задачей, чтобы за один год. То есть не есть, как президент сказал, там в два раза. Понятно, что эта перспектива достаточно относительно длительная. Поэтому давайте возьмем для себя горизонт планирования 30-й год. Именно к этой дате Ульяновск должен превратиться в полноценный экологический город с системой раздельного сбора мусора, чистым воздухом, водой и здоровыми жителями. Поживем-увидим. Андрей Творогов, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова